Атаваихсан представляет Если все эти посланные мной испытания не будут равны его грехам, остаток грехов я смываю усложнением смертных мук. Тогда он встретит меня чистым от грехов, словно новорожденный. Также я не забираю с этого света того, на ком был мой гнев, если он совершал хорошие дела. Я воздаю ему на этом свете здоровья, радости семейной жизни, богатства. Если все это не приравнится его благим деяниям, и хоть малая часть останется без награды, я облегчу ему смертные муки, чтобы в судный день не осталось ничего, что защищало бы его от ада. Отделение души от тела Если человек умирает тихо, без движения, без видимых страданий, недолго мучаясь, присутствующие могут подумать, что душа его отделилась легко, что конец его, как и он сам, хороший. А увидев муки умирающего, могут подумать, что конец его плох. Трудности от деления души, смертные муки и их горечь дано познать только умирающему, а не присутствующему, за исключением пророков и вали. Наш пророк, саллиллаху алейхи вассалам, сказал, что около умирающего собираются ангелы, которые держат его, чтобы он не дергался, иначе он испугается и убежит, куда глаза глядят. Если умирающий немного двигается, стонет, мучается, это может говорить о том, что ангелы дали ему некоторые послабления. Если же кто-то не двигается совсем, то это значит, что ангелы держат его крепко. Посланник Аллаха, алейхи вассалам, сказал, вы пронаблюдаете у умершего три признака. Выступивший на лбу пот, слезы на глазах, расширенные ноздри – все это от милости Всевышнего, которая снизошла на него. Если из горла идут звуки, похожие на звуки задыхающегося верблюда, если он побледнел, испуганно взирает по сторонам, то это от гнева Всевышнего, снизошедшего на него. Здесь полезно знать, многие алимы говорят, кто постоянно пользуется сиваком, тому смертные муки облегчаются. Слова, которые желательно произнести заболевшему смертельной болезнью. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалам, сказал, кто, умирая, скажет, «Нет божества, кроме Всевышнего, Аллах велик. Нет мощи и нет могущества, кроме как у Аллаха, возвышенного и великого. Того не коснется огонь ада». Он также сказал, указать ли вам великое имя Всевышнего, приведенное пророком Юнусом, алейхи вассалам. Кто заболел и сказал, «Ля илляха, илля анта, субханака, инни кунту мина дзалимин» – нет божества, кроме тебя. Да причист Аллах, поистине я, из притеснивших себя, и умрет от этой болезни, тот уйдет в мир иной, шахидам. Если же выздоровеет, то очистится от грехов. Пророк, саллиллаху алейхи вассалам, сказал Абу Хурайре, «Я раскрою тебе одну важную тайну. Кто заболеет и сразу, как ляжет в постель, скажет, нет божества, кроме Аллаха. Он оживляет и умертвляет. Он вечно живой, не умирающий. И причист Аллах. Господь рабов и городов, и хвала Всевышнему хвалою многочисленной и приятной. Благодать в ней в любом состоянии. Аллах привелик его гордость, его величие и мощь во всем. О, Аллах! Если ты дал болезнь, чтобы забрать мою душу в этой болезни, ты сделай ее из тех душ, которые ты уже осчастливил добром. «И ты отдали меня от ада, как отдалил ты тех, которые получили от тебя добро». Того, кто прочтет это дуа, Аллах спасет от огня. Слова, которые желательно произносить находящемуся рядом с умирающим. Посланник Аллаха, салляллаху алейхи вассалям, сказал, «Тому, рядом с кем при смерти прочли суру Ясин, Аллах облегчит могильные муки». Также сказано, что чтение рядом с умирающим суры Ар-Ра'ад также облегчает смертельные муки. Еще при жизни пророка, салляллаху алейхи вассалям, читали это дуа и повторяли его до кончины. «О Аллах, этого, сына такого-то, отдали от краев могилы, расширь ему могилу, даруй ему спокойствие после смерти и воссоедини его с пророком, салляллаху алейхи вассалям, и освети его душу, и обрадуй ее, как обрадовал души правоверных. Объедини нас и его в вечном доме, где мы чувствуем себя в безопасности, и нас покидает усталость». «О Аллах, благослови посланника, салляллаху алейхи вассалям». Что подсказать умирающему? Пророк, салляллаху алейхи вассалям, сказал, «Вы старайтесь, чтобы умирающий произносил слова «Ля-илляха-илля-аллах». У кого эти слова окажутся последними, тот войдет в рай. Также постарайтесь, чтобы они стали первыми словами ваших детей. У кого эти слова окажутся первыми и последними, с того не спросят за его деяние, хоть проживет он тысячу лет». «Как умирающему бояться Аллаха и надеяться на Него» За три дня до смерти пророк, салляллаху алейхи вассалям, сказал, «Пусть не умрет кто-либо из вас не иначе, как в надежде на милость Аллаха, и будучи уверенным в том, что Аллах отнесется к нему хорошо». Однажды пророк, салляллаху алейхи вассалям, посетив умирающего, спросил, «Как состояние?» Тот ответил, что боится за грехи и надеется на милость Аллаха. Услышав этот ответ, пророк, салляллаху алейхи вассалям, сказал, «Кто умрет, объединив в себе эти два чувства, страх и надежду, тому Аллах даст то, на что он надеется, убережет от того, чего он боится». Он также сказал, «Ваш Аллах говорит, «Я не объединю в моем рабе два страха и двух бесстраший. Тот, кто на земле боится меня, тому не надо бояться моего гнева в Ахирате. Тот, кто не боится меня на земле, тот пусть боится моего гнева в Ахирате». Аллах спрашивает в судный день своих рабов, «Желали ли вы встречи со мной?» «Да, наш Господин», — отвечают они. «Имея грехи, не побоялись ли вы встречи со мной?» — спрашивает Он их. «Перед смертью мы надеялись на вашу милость и прощение вами наших грехов», — говорят рабы. «Тогда Аллах говорит им, что Он обязан простить их грехи», — сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалам. Он также сказал, «Если вы присутствуете рядом с умирающим, то обнадеживайте его тем, что Аллах даст ему рай». Этот момент самый опасный, когда вид ангела смерти парализует его, и шайтан вовсю старается сбить его с истинного пути. Также сунна сказать умирающему, что он был хорошим человеком, и что Аллах не сделает ему плохого, чтобы он не огорчался смертью, ведь смерть не минует всего живого. Ночь бархат. Ночь предопределения. Пророк, саллиллаху алейхи вассалам, сказал, «Малеку-ль-Мафту в середине месяца Шаабан от Всевышнего представляется список тех, кто умрет до половины следующего Шаабана. Беден тот, кто, не зная о том, что он занесен в эти списки, занят мирскими делами, сажает деревья, женится и так далее». Однажды пророк Сулейман, алейхи вассалам, попросил Малеку-ль-Мафта сообщить ему, когда он умрет, на что тот ответил, что узнает об этом только после того, как Аллах даст ему списки тех, чьи души он должен забрать в этом году. Первым о предстоящей кончине раба, оказывается, узнает ангел, ведающий предназначенным для него уделом, риск, когда этот риск заканчивается. Всем миропорядком на земле управляют четыре ангела. Джабраил всеми ветрами, Израил всеми душами, Микаил всеми каплями дождей и ветрами, Исрафил доносит до всех три повеления Всевышнего. Пророк Якуб, алейхи вассалам, спросил Малеку-ль-Мафта, как он забирает души людей в разных местах земли одновременно. Он ответил, что Аллах облегчил ему это, сократив расстояние, и для него земля как поднос с едой человеку. Так же, как ему нетрудно есть с любого места подноса, так и ему нетрудно забрать душу любого с любой точки земли. Более того, он в сутки по два раза заглядывает в каждое жилище, чтобы узнать, есть ли среди них те, души которых нужно забрать в этот день. В прежние времена люди умирали, заболев, в связи с чем они начинали ругать ангела смерти Малеку-ль-Мафта, что он их убивает. Когда Всевышний для смерти сделал повод в виде болезней или других несчастных случаев и причин. После этого люди начали забывать про Малеку-ль-Мафта, а смерть стали связывать с разными причинами. Наш пророк, салляллаху алейхи вассалам, сказал, что до эпохи Мусы, алейхи салам, Малеку-ль-Мафт приходил к людям открыто. Когда он пришел за душой Мусы, алейхи салам, тот ткнул пальцем в глаз ангела и выбил его. Малеку-ль-Мафт пожаловался Аллаху, что не будь Муса, алейхи салам, его любимым рабом, он бы отнял его душу в муках. Тогда Аллах сказал, чтобы передали Мусе, алейхи салам, пусть он поставит свою руку на шкуру быка, и жизнь его продлится на столько лет, сколько волос накроет его рука. Когда Мусе, алейхи салам, передали это, он спросил, умру ли я по истечении этих лет? Когда ответили, что умрет, он сказал, тогда пусть мою душу заберут сейчас же. Тогда Малеку-ль-Мафт взял из рая благоуханное растение райханат и, уколов его его колючкой, через нее забрал душу Мусы, алейхи салам. Всевышний Аллах вернул глаз Малеку-ль-Мафту в прежнее состояние. После этого он стал приходить за душами скрытно. Когда после смерти человека его родня начинает плач и крики, Малеку-ль-Мафт говорит им, стоя среди них и держа в руках его душу. Для плача и стонов, клянусь Аллахом, я не совершил несправедливость, отняв его душу. Я не ускорил его смерть раньше предписанного времени, я не съел отпущенное ему риской. Я посланник Аллаха и не могу не повиноваться по велению Аллаха. Если же вы будете довольны предопределением Аллаха, то получите за это вознаграждение. А от предписанной смерти никто не уйдет. Сколько бы вы ни плакали, я буду приходить и по одному забирать ваши души. Имя Малеку-ль-Мафта и его признаки За душой добропорядочного, правоверного мусульманина Малеку-ль-Мафт приходит в красивом, приятном виде. К фасику, грешнику, он приходит в страшном виде, о котором мы рассказывали ранее. Зовут его Израил. На его лбу и затылке бывает по два глаза. Он имеет такие гигантские размеры, что все от арша до земли находится между двумя его коленями, словно тазик. Незнающие люди могут подумать, будто Малеку-ль-Мафт ходит за каждым человеком, поджидая, когда наступит его конец. На самом же деле, после середины месяца Шаабан к нему поступают сведения о тех, чью душу нужно забрать и когда. И он, согласно этому, может одновременно забрать души до двадцати и более тысяч человек. Когда наступает назначенное время, Малеку-ль-Мафт появляется перед человеком и забирает его душу. Сотворение такого ангела ничего не стоит Всевышнему. Также существует множество ангелов-помощников, которые, по его указанию, забирают душу тех, у кого истек срок земной жизни. Есть рассказ о том, что рядом с Малеку-ль-Мафтом бывают ангелы милости и ангелы наказания. К хорошим он направляет ангелов милости, а к плохим – ангелов наказания. Есть и другой рассказ о том, что Малеку-ль-Мафт смотрит на каждого во время молитв, не наступил ли конец его жизни. Если он обнаруживает раба, молящимся своевременно, при приближении его смерти представляет к нему ангелов милости, которые отгоняют от него шайтанов и внушают ему слова «Ля-илляха-илля-лла». Здесь стоит знать, что в Коране встречаются три разные формулировки о том, как забирают душу из тела человека. В одной сказано «Вас умерщвляет Малеку-ль-Мафт», в другой «Вас умерщвляют наши посланники», в третьей «Аллах умерщвляет души», но в них нет противоречий. О том, как забирают души всего живого, кроме людей. Сказано, что душу всего живого, даже блох и вшей, забирает Малеку-ль-Мафт. Есть предание от Ибну-Аббаса, да будет доволен им Аллах, согласно которому есть четыре Малеку-ль-Мафта. Один для людей, другой для джинов, третий для шайтанов и для животных, четвертый для рыб, насекомых и тому подобное. Сказано также, что души ангелов также забирает Малеку-ль-Мафт, а души шахидов забирает сам Аллах, не предоставив это Малеку-ль-Мафту. Кончина в имане, в вере. Самое большое счастье для человека – это смерть, будучи в вере. Без этого он будет пропавшим человеком. Для приобретения такого счастья он должен, первое, выполнять все требования и запреты Аллаха и пророка, саллиллаху алейхи вассалам. Второе – всегда поминать Всевышнего Аллаха. Третье – отвечать на азан. Четвертое – просить для пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалам, вассилят, высокую степень. Пятое – читать дуа после азана. Шестое – многократно повторять. О Аллах! Почти общину Мухаммада красивыми дарами в обоих мирах. Ради тех, кого ты сделал из его умы, саллиллаху алейхи вассалам. Седьмое – постоянно повторять дуа. О Аллах! Ты мой Господь! Нет божества, кроме Тебя! Ты мой Создатель, и я Твой раб. И я соблюдаю договор и обещание, данное Тебе, пока у меня есть силы. И я прошу у Тебя спасения от вреда того, что я совершил. Я возвращаюсь к Тебе как с благодатью, которой Ты меня одарил, так и со своими грехами. Так прости же меня, ведь только Ты прощаешь грешников. Восьмое – совершать утреннюю и послеполуденную молитвы джаматам. Девятое – Большой Вали Абдуль-Вагаб Шаарани сказал, что ему рассказал пророк Изри алейхи салам, которому рассказал пророк Мухаммад саллиллаху алейхи вассалам, которому рассказал ангел Джабраил алейхи салам, которому рассказал Всевышний Аллах. Кто прочтет после каждого обязательного намаза аят-уль-курси, шахида Аллаху, амана Расулю, кулиллаху мамаликальмульк, кульхуваллаху ахад, оба куль ауду, аль-хам, тот умрет только в вере. Смерть в неверии Причинами смерти в неверии являются первое любовь к бренному миру, второе горделивость, третье самодовольство, четвертое ненависть к людям, пятое забвение Аллаха, шестое частый взгляд на чужих женщин, седьмое вера в неправильные утверждения в религии, восьмое постоянное совершение запретного, девятое не следование сунни пророка салляллаху алейхи ва саллям. Как избежать наказаний за грехи перед Аллахом? Первое если кается перед Аллахом, второе если просить его о снисхождении, он смывает грехи, третье если благих дел больше грешных, то за грехи не наказывают, четвертое земные трудности, пятое мучения в могиле, шестое мольба братьев по вере после смерти о прощении его грехов, седьмое если отдать вознаграждение благих дел умершему, восьмое трудности и муки судного дня, девятое кто получит помощь пророка салляллаху алейхи ва саллам, десятое кто получит помощь от Аллаха. известие хорошему о хорошем, плохому о плохом. Когда Аллах захочет забрать душу Му'мина, Он говорит ангелу, чтобы тот передал ему салам от него, и ангел передает ему салам. После этого ангел смерти говорит ему, «Пора перейти из этого земного дома, на который ты не обращал большое внимание, в роскошный дом Ахирата, который ты подготовил для себя». Если человек говорит, что верит в Аллаха, а в душе не верит и не выполняет предписания Аллаха искренне, то ему говорят, «Перейди из роскошного земного дома в дом Ахирата, который ты оставил заброшенным, не покоряясь Аллаху». Верующему человеку ангел говорит, «Ты не бойся загробной жизни и не волнуйся за близких на земле, заботиться о них будет Всевышний». В этот момент его сердце чуть не разрывается от счастья. От асхаба ибн Аббаса да будет доволен им Аллах говорится, что на сердце такого раба Аллах оставляет ангела, чтобы оно не выскочило от радости. Еще он рассказал, что тому, кто совершал грех, говорят, что за этот грех он побудет столько-то времени в аду, затем перейдет в рай. Тому рабу, который говорит, что верит, а в душе не верит, говорят, «Ты будешь аду вечно». В одной книги говорится, что на ладони ангела смерти сиянием Нуром написано «Бисмилляхи рахмани рахим» во имя Аллаха, милостивого ко всем в этом мире и только к уверовавшим в мире вечном. Когда наступит конец жизни Вали, ему показывают это, и его душа сразу выходит из тела к ангелу. Когда верующий увидит ангела перед смертью, ему говорят, «После поздравления раем вернем тебя обратно». Тогда он говорит, «Не нужно меня возвращать в дом печали и нужды, проведите меня в сторону Аллаха». Когда неверующему говорят, что после поздравления в кавычках адом, его вернут в земную жизнь, он говорит, «Поскорее верните меня, может, я буду покорным Аллаху». Встреча с умершими Посланник Аллаха салли Аллаху алей и вас сказал, «Когда правоверный умирает, к нему приходят души тех, кто умер раньше, как на земле навещают того, кто вернулся из дальней поездки». Они радуются, что му'мин освободился от земных мук и лишений и говорят друг другу, что после земных мук ему нужно немного отдохнуть, чтобы потом расспросить его о своих родных и близких. После его отдыха они подходят к нему и расспрашивают поименно о родных. Спрашивают даже про своего домашнего кота. Когда про того, о ком спрашивают, он скажет, что он умер раньше него, то они печалятся, говоря, что видимо, он пошел по другой дороге. Дороги грешников, ибо они видят только тех, кто умер праведниками. Если мы попросим умирающего передать салам тем своим знакомым, которые умерли раньше, то они доводят это до них. О том, как покойник знает того, кто его моет, одевает в саван и укладывает в могилу. Посланник Аллаха сказал «Покойник знает того, кто его моет, кто укладывает его в могилу. Умерший, которому сообщили радость рая, просит, чтобы его побыстрее положили в могилу, тот же, кому предсказали радость в кавычках ада, просит, чтобы затягивали процедуру мытья и погребения. Во время мытья и одевания в саван душа умершего находится в руках ангела и смотрит на свое тело. Поэтому он знает о том, что творят его родные и близкие, слышит их разговоры, плач и другое. Если бы он мог, то он запретил бы им плакать. Он говорит тому, кто его моет, обращайся со мной нежно, мое тело измучено ранами. Его душа все время находится в руках ангела. Ангел отправляется с ней на кладбище и после похорон помещает душу в могилу и уходит. умер 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 рад умер близкие ускоряют церемонию похорон. Если умер был хорошим человеком, то во время пути на кладбище он говорит, а скорее захороните меня, пусть Аллах помилует вас. Если умер был плохим, он говорит, пусть вам будет плохо, куда вы меня несете. Но люди эти слова не слышат. Посланник Аллаха сказал, если бы человек слышал это, то потерял бы сознание. Каждый умерший по пути на кладбище говорит, о мои братья, пусть этот Дунья не обманет вас, как меня. Все, что я собрал и оставил наследником, сегодня не оказывает мне никакую помощь. Не забудьте подписаться на канал. А также, чтобы быть в курсе новых публикаций, нажмите на колокольчик. Мир, милость и благословение Аллаха всем нам. Субтитры